Друзья, сейчас будет-будет и непосредственно про рынок, дойдем с вами до того, какие именно активы, инвестиции могут и дальше оказаться в выигрыше от такого развития ситуации. Обязательно проговорю все это через несколько минут, в том числе и несколько конкретных кейсов по компаниям. Но сначала все же, простите, но про политические сценарии в Америке нельзя не говорить, потому что в том числе для рынков это понимание сейчас важно. Выборы, если что называется, по чесноку, выиграл, конечно же, Трамп. Но президентом вполне при этом может стать Байден, если суды нескольких возглавляемых демократами штатов запретят пересчет голосов. Скажу так, даже если в спорных штатах суды примут сторону Байдена, ничего еще не кончено. Есть пусть не высший, но верховный суд, а чудеса случаются. И, например, в Пенсильвании, ну не чудо, но уже суд штата согласился потребовать, выделить в отдельную стопку весь пул почтовых голосов, по большей части байденских, поступивших в счетную комиссию после 6 часов вечера 3 ноября. Ну, не иначе как подготовка к последующему пересчету, правда? Только два прошлых факта. В решающей Пенсильвании с ее 20 выборщиками у Трампа было преимущество 56% против 42,5 после дня голосования. Но в поданных по почте голосах, которые по законам этого штата начали считать после уже дня голосования, три четверти голосов оказалось за Байдена. Ну да, я могу понять, что демократов по почте голосовал явно больше. Но чтоб в три раза. И так, чтобы обеспечить преимущество причем Байдену, в итоге ровно с не самым большим перевесом, который и был нужен. Наводят на сомнения? Ну, еще на какие? Тем паче, что тот же суд штата ранее до выборов постановил, в общем-то, невообразимое. Конверты без марок или с плохо читаемыми штампами все равно должны учитываться, если никто не доказал, что они были отправлены после дня выборов. Полная, так сказать, презумпция избирателя, да, либо тех, кто и отправил, собственно, за избирателей нужное количество почтовых голосов. А бюллетени эти в почтовых отделениях все находили и находили, Пенсильвания же не настолько все-таки огромный по размеру штат. И, в общем, штат со слишком хорошим культурным уровнем, согласитесь, чтобы в нем нашлось такое количество огромных раздолбаев, тянувших с отправкой бюллетени за любимого кандидата до последнего. То у вас бы не возникли сомнения и требования пересчета при условии, скажем, отмены Верховным судом США странного решения суда штата. Вот команда Трампа уверяет, например, что штимпели на конвертах, их даже не проверяли должным образом. И почему-то в данном случае я им точно верю, потому что зачем проверять, когда суд штата сказал, что дата не важна. Ну и про недопуск общественных наблюдателей, республиканцев. Я понимаю, мне, как представителю страны, где люди голосуют на пеньках за Конституцию, ну, как бы, в общем, такое говорит. Но там, тем не менее, в Неваде, в Мичигане, в Висконсине, то есть в оплотах демократии, царил настоящий в этом смысле беспредел. В Неваде счетные комиссии оставляли за деревьями, да, не только рядовых из наблюдателей, но, например, даже бывшего генпрокурора штата, которому пришлось идти с этим на телеканалы. А сами при этом они продолжали считать ночами, днями без посторонних глаз. Ну, значит, есть что скрывать. Из Детройта есть видео, как персонал сгораживает кусками картона, чуть ли не коробками из-под пиццы, прозрачные стеклянные переборки от всей возмущенной публики, которую просят разойти и затем восвояси санитарный врач в маске, ссылается на ковид. Какие, говорит, голоса, какое вообще наблюдение, вы же заразитесь и вообще невелено. А когда действующий, ну, на минуточку еще действующий, как минимум два с половиной месяца при любых раскладах, президент великой державы держит речь на брифинге, упоминая эти факты, часть телеканалов просто обрывают вещания, а такие гиганты, как CNN, например, вещать продолжают, но тут же дикторы обильно сдабривают эфир комментариями, что утверждение, мол, президента, они могут уводить в заблуждение, мисс Лидин и вообще не являться отражением реальности. Ну, вы же понимаете, человек, он не в себе, он просто власть не хочет отдавать. Пять из шести крайних твитов Трампа имеют оберегающую, такие незрелые, так сказать, умы-пометку о сомнительном содержании твитов. Ну, вот, видимо, это и есть новый стандарт великой американской демократии. Вот наш, да, в кавычках, кандидат Байден, вот другое дело, видите, вот он спокойно говорит, что только американский народ сам все решит, как и решал 240 лет, и сейчас вот подсчет голосов завершат, все будет окей. Ну, и, в общем, в это время вот сегодня, собственно, Байден произносит упокаивающую речь, убаюкивающую такую о том, что поиск врагов должен быть окончен, друзья. Ну, конечно, раз я победил, зачем, да? Что он будет точно так же любить республиканских избирателей, как своих собственных. В коротком интервале, вот этим между периодами молчания, он ведет себя как президент всей Америки уже, то есть так, как будто они с Камалой Харрис официально признанными предобедителями приступают к работе. Но Камала Харрис, ее же слова «демократия сильна, только когда мы боремся за нее». Вот сегодня она сказала, напомнив слова другого грейсмена-демократа, и в реальности, в реальности, никто, конечно, в стане соперников, он не убаюкая наречами в духе Божьем, он будет целителем, благослови Америку. Они будут бороться за демократию, так как они ее понимают, при том борьба за пост, конечно, продолжится. Но и существенный и настораживающий в этом плане нюанс для рынков, на который лично я сегодня обратил внимание, по словам Байдена, да, первое, за что Байден возьмется, это, как выяснилось, некий план Байдена Харрис по противодействию ковиду. В ближайший понедельник, сказал Байден, я представлю вам группу ведущих ученых, экспертов, которые с 20 января, ну, то есть с даты предполагаемого вступления в должность, будут реализовывать этот план, основанный на фундаментальной науке. Вообще интересно, он имеет в виду что-то безвредное для экономики и рынков, или это какие-то карантинные меры, или опять ограничения, что за план такой, ну, или просто другими лекарствами лечить. В общем, науке пока это может быть известно, но избирателям и судам нет. В общем, в судах предстоят, в Верховном суде особенно, где у Байдена нет преимущества, а преимущество, кстати, у Трампа, там еще будут те баталии. Исход может, на самом деле, оказаться любым. То, что там Меркель, Макрон признали, поздравили, знаете, это сколько угодно может быть. Там в Америке еще долго будут бодаться, вспоминаем 2000 год, пересчет во Флориде. До этого рынки могут оставаться в умеренном позитиве. Наконец, собственно, мы частично переходим уже к рыночной тематике. На позитиве от того, что, во-первых, пока не выплеснуло все это на улице. Но, знаете, тоже момент, вот уже в Филадельфии выходили уже толпы людей с требованиями пересчета. В Неваде эти толпы даже частично были вооружены. Поэтому вопрос, как говорится, спорный, хватит ли обстановки окружающей биржам для позитива. Разве что сейчас вот в основном, основной источник роста бирж в предыдущие дни, это то, что биржи десятилетиями росли как при республиканцах, в общем-то, так и при демократах. И какие бы ни были президенты, в общем-то, поводы для прибыли компаний всегда находились. И при низких налогах, да, и при высоких налогах. В общем, гиганты, они всегда зарабатывали. И отчасти вот эти новые всплески котировок по S&P, по NASDAQ и по части компаний, они, конечно, обусловлены этим обстоятельством. Но ещё и вторым, о котором вот я сейчас отдельно скажу. Биржи ставят на разделённую власть, на разделённый конгресс в особенности, при которой контролируемый республиканцами Сенат будет блокировать все крупные инициативы президента-демократа. Если его возгласят, таки всё-таки президентом, конечно. Вот этот тезис, который я сейчас озвучил, уже не мой личный даже, а он уже становится общим местом, я бы сказал, мейнстримом даже западных финансовых медиа. А в этом трубят там эксперты из всех утюгов. Что сейчас рынки растут именно потому, что как бы они думают, что инициативы Байдена не получат поддержки, не пройдут. То есть ему не удастся ни налоги поднять, ни провести свою зелёную сделку на 2 триллиона. А если провести, то только в таком ракурсе, чтобы не было налогов на углеродные выбросы и других каких-то вещей, которые бы мешали компаниям традиционной промышленности, энергетикам. Вот сейчас надо же, как всегда, для бирж какие-то срочно искать оправдания позитива. Биржам-то надо расти, но кроме самых естественных, никак не связанных с выборами, что экономика сама себе сумеет сделать хорошо. Если вспомним в 2016 году, тогда говоря, вот, сейчас будет замечательный пакет снижения налогов от Трампа, и будем расти. Перед выборами падали, да? А сразу, в момент, как вышли, скажут, о, он же хороший, да? Вот сейчас не пытаются, как ни странно, сказать, что Байден для рынков хороший, пытаются сказать, что Байден, конечно, для рынков это бяка, но вот если останется республиканский сенат, то, соответственно, это всё смикширует, да? Потому что, конечно, Байдену республиканцы не позволят обратно поднять налоги, потому что это главное достижение республиканцев в экономической сфере за все четыре года. Вот это вот как бы важно, да? То есть в данном моменте, если действительно окажется, что сенат остался республиканским, формально это всё ещё под вопросом, потому что вот на тех же самых порталах, где считают голоса, даже на Fox News написано 48, пока на 48, и подвешены остальные голоса. Но на самом деле перехвачено, пока демократами только одна позиция, а им надо было перехватить четыре в сенате. И там две позиции, по крайней мере, в штате Джорджия, где при всех вопросах голосами, тем не менее, там хотя бы губернатор республиканский, вряд ли он позволит упустить ситуацию с сенатом. То есть вот этот момент, да, на него сейчас биржи, они принципиально обращают внимание вот именно на разделённый сенат. Значит, ну насколько эти ожидания оправданы, мы скоро увидим, всё ещё может быть реально вверхтормашками быть перевёрнута. Но всё-таки вот эти вот идеи, что называется, если уж там не будет совсем каких-то уличных революций и прочих великих потрясений, а всё-таки будет акцент на Великую Америку, то рождественскую ралли эта история, думаю, не отменит. Поэтому вот на данный момент всё-таки ориентироваться на это, наверное, стоит. Рождественская ралли. Ждёт ли оно инвесторов в 2020 году? Основные тренды момента, сценарии фондового рынка, как сориентироваться в рынках и инструментах. Итоги осени 2020. Перспективы новогоднего ралли. Красные зоны сегодняшнего дня. Новые возможности для частного инвестора. Портфель Финверсия. Результаты инвестиционных идей и решений, которые озвучены на прошлых вебинарах. Прогнозы. Курс рубля, курс доллара, золото, нефть. Какой стиль инвестиций выбрать в начале 2021 года? Возможность задать прямой вопрос финансовым экспертам. Инвестиционный вебинар «Яна Арта» в прямом эфире. 19 декабря в 18.00 по Москве. Партнёр эфира – компания «Алго Капитал». Смотрите на канале Финверсия ТВ. Следующий важный, наверное, момент, который всех волнует, это, в принципе, какие компании вообще пока могут оказаться в выигрыше. Это, наверное, важный момент. Вот выигрыши в первую очередь сейчас оказываются, во-первых, Европа и Азия. Мы уже видим, как европейский рынок в росте опередил американский по скорости, да, и, скажем, французский индекс вышел на уровни, которые были где-то в середине октября, да, и это те уровни, с которых, собственно, они сваливались, когда там начали карантинные ограничения вводить в Париже, затем и в других регионах Франции. То есть обращаем внимание на то, что Европа может выиграть в каком плане? Если действительно победа останется за Байденом, то часть капиталов могут всё-таки огорчённо сказать, пошли-ка мы, может быть, куда-то в Европу, или в Китай, которому сейчас потрофит, потому что тарифы, наверное, новые вводить не будут, торговые войны подзаморозятся, типа Байден, вот он такой прокитайский президент. А если же всё-таки Трампу удастся отстоять своё в судах, то в этом случае явно Трамп-рали продолжится то, которое было четыре года, и от этого уже выиграют косвенно те же европейские биржи. Поэтому вполне возможно, что на Европу будет больше внимания. Аналогично и на инвестиции в Азию мы даже вот видели, что несмотря на отменённое IPO дочерней структуры Алибабы финансовой, в Китае не отменённое, а приостановленное, так скажем, тем не менее сначала там бумаги припали Алибабы, но дальше их начали довольно быстро выкупать. То есть в целом даже вот по негативным кейсам, да, с негативной новостью, видно, что рынки прорабатывают сценарий, который, может быть, так или иначе благоприятен для как Европы, так и Азии. Что же касается, в принципе, как Америки, так и Европы, так и остального мира, то, думаю, по большей части снова будут расти в цене, чтоб мы уже начали и будут, те компании, позиции которых вызывают меньше всего сомнений, те, которым, в общем, в целом хорошо при всех президентах, и которые минимально от них зависят. Но отчасти это бигтехи, да, уже поперли, в принципе, Google, Amazon, Apple. Но тут с более спорными моментами, потому что тут периодически пытались их контролировать в Конгрессе, одни требовали там от них бана для высказываний сомнительных, соответственно, Трамп грозился, что там Твиттер к тому же не поздоровается, там не поздоровится еще, может быть, кому-то из таких соцсетей, да, за то, что они к нему не отнеслись лояльно. Ну, естественно, не так это обговаривается, да, поскольку они вот свободу слова зажимают. Но так или иначе, да, так или иначе, в целом бигтехи, они, тем более в условиях сомнений, там не будут ли ограничительных мер введено, они могут быть выигрыши, что уж, ну, это бизнес и бизнесов, да, это площадки для развития всех возможных других рекламных подвижений. Ну и, наконец, да, наконец, второй момент, это, наверное, все-таки глобальные розничные сети, известные бренды по производству, прежде всего, продуктов питания, напитков, шмоток различных, да, так как их продукция, но она не требует от потребителей никаких больших расходов. То есть трудно ожидать, чтобы прибыль, там, таких компаний, как Кока-Кола или Уолмарт, Старбакс, Макдональдс, чтобы она критически вдруг бы начала зависеть от того, кто именно является президентом США, ну или даже от пандемии, да, то есть Макдональдс, как известно, легко обошел эту историю за счет окошек для покупателей, да, которые приезжают на автомобилях. Ну и, собственно говоря, последнее, на чем станут экономить жители больших или малых городов мира, даже в условиях неопределенности политической, там, да, или, там, в условиях пусть даже жесткого дефицита денег в их собственных кошельках, наверное, последнее, на чем будут экономить, там, завтрак по дороге на работу в фастфуде или, там, подписка на канал Дисней со сказками, фильмами для своих детей. Вот на текущей неделе отчитывается Дисней в четверг во второй половине дня. Здесь, конечно, понятно, что компания потеряла на тематических парках, на различных тематических круизах, да, они составляют до третьих доходов, но акцент идет на количество подписчиков на канал Дисней Плюс, поэтому, в основном, следить стоит за этим, а не только за показателями прибыли. В целом, бумаги вполне имеют потенциал неплохо подняться, лично у меня они в портфеле есть, и избавляться от них я не планирую, даже если будут какие-то дорожания, может быть, в ненадлежащем направлении, непосредственно на отчетности. В понедельник до открытия рынков как раз отчитывается Макдональдс. Ну вот, собственно говоря, что покажет отчетность Макдака, да, или дома Микки Мауса. Это очень интересно, мне кажется, в плане долгосрочных каких-то стратегий, да, то есть вот в копилку эти данные, безусловно, положат. Но они могут непосредственно дать ей некую подпитку движения на неделе. Ну и из компаний тоже различных и интересных, Beyond Meat отчитывается в понедельник, по-моему, во второй половине дня понедельника. Компания другого плана, которая, конечно же, вот имела равные доходы, да, то есть это продукция-заменитель мяса, да, равные доходы от розницы и от ресторанов. Вот от ресторанов, естественно, как бы доход должен был упасть и стал меньше в период карантина и в последующий период, да. А вот от розницы доход мог остаться таким же, либо вырасти. Поэтому в связи с этим на отчетность будут, мне кажется, именно в этом ракурсе смотреть. На самом деле мы даже видим, что в России это розничные сети, и то прибавляют. Многие, если взять там акции пятерочки, там даже магнит, если взять, который в целом себя чувствовал не очень последние там пару лет бумаги. Все эти акции торгуются значительно выше, чем они были до пандемии. Ну и, собственно, плавно переходя, да, к вопросу про Россию, я сказал, судьбу рубля. Ну, собственно, все, наверное, в курсе, насколько я недолюбливаю проклятые вопросы в духе рубля или доллара, потому что вообще во многом рублевые парадоносы – это гадание, а не наука. Я считаю, от этой самой дилеммы доллара и рубли нужно уходить. Просто часть рублей смысл вкладывать в рублевые активы, ну, с хоть какой-то доходностью от доллара в акции западных компаний, не слишком при этом парясь по поводу валютного курса, потому что доходность от вложения и в те, и в другие активы, она должна, в принципе, перекрывать эти вещи. Но вопросов поступает много про рубль, поэтому я сделаю исключение, расскажу вкратце, что думаю, но расскажу образно, потому что про рубль, в общем, этой осенью впору триллер с продолжением снимать. Вот я, собственно, обрисую картину, как она в ней видится. В первой ноябрьской серии, я только ноябрь беру, главные роли должны, по идее, достаться чиновникам нашего Минфина, потому что он успешно, прямо в день выборов американских, пререзко подорожавший на тот момент валюте накануне, до 81 за доллар было, Вот на фоне этого всего выбранного заявления по ту сторону океана, героически Минфин провёл успешный рублёвый аукцион. Привлёк более 400 миллиардов рублей в УСЗ, вопреки самой, что ни на есть, неблагоприятной внешней конъюнктуре. Тем самым Минфин внёс решающий вклад в процесс, когда его рубль отступил от этой грани, там выше 80, дошёл вплоть до 77 рублей, такому мыслу надежды прибили российскую валюту. В то же время, во второй серии, уже в кадре, должны быть даже не Трамп и Байден для рубля вот этого триллера, а статисты как раз Солл-стрит, то есть те самые люди, бесстрашно бросившись всё скупать по дешевевшей акции. И вот именно за счёт взлёта американских бирж оживают потихоньку аппетит к риску на других рынках, потому что высвободившиеся деньги кое-какие небольшие пока, но потянулись на развивающиеся рынки, значит, и в российские активы. Но теперь, значит, соответственно, вот эстафету этих звёздных ролей, их явно пора передавать председателям избирательных комиссий и демократическим губернаторам штатов, тех же самых Мичиган, Висконсин, Невада, Пенсильвания, там, где закончился уже непрозрачный подсчёт голосов, да, и теперь уже в дело вступают, собственно говоря, представители судов, да, потому что те свои дела сделали, переборки стеклянные счетами закрыли, наблюдателей не пускали. Вот теперь следующий будет этап подсчётов, и дальше, соответственно, мы увидим, ну, что-то вроде, наверное, как фильм 12, да, то есть ручная перепроверка счёта голосов, затянувшаяся. На этом фоне потоки на развивающейся рынке, в том числе евро-рубль, могут подзамедлиться, поэтому я всё-таки полагаю, что где-то вот сейчас колебания пары курса доллара между отметками 78-80, они могут продолжиться легко, то есть не стоит увлекаться историей, не то, что всё рухнет, да, рухнет, и не то, что там будет прямо укрепиться, вот, потому что если трейдеры дальше и управляющие фондов будут сохранять такой покерфейс, как сейчас, в духе что, да, рынки при любых администрациях росли, растут, в этом случае доллар может продолжить немного дешеветь на этом облегчении по отношению как к евро, так и особенно к юаню, и частично к корзине из других основных валют, значит, соответственно, и в России мы можем в таком случае, если ускориться движение из долларовых казначей, такое успокоительное со вдохом облегчение, можем увидеть даже и 76, и там 75,5, но ненадолго, думаю, если же европейские биржи, например, первыми не выдержат взятых темпов роста, вот, пока что мы видели, что индексы прибавляют, мы говорили с вами об этом, вот, и если в этом случае, например, не потащат выше индексы S&P, там, акции бихтехов снова, допустим, уронят на время, там, волатильность по ним высокая была в последней неделе, в этом случае мы можем и 80, и выше 80 вновь увидеть, но, учитывая, вот, первые достижения, некие уже Минфина и продажи госкомпаний, вряд ли мы прямо увидим там какой-то разгромы, бля, в этом случае, скорее всего, увидим, вот, волатильность, в котором лучший возможный курс, это где-то 75,5-76, худший вариант это, там, 81, грубо говоря, который уже был перед выборами, то есть такая вот подвешенная ситуация, когда внешние инвесторы, безусловно, не склонны сейчас спешить с инвестициями в Россию, и вообще с инвестициями, вот, ну, а за счет чисто внутренних российских ресурсов, конечно, курс рубля всерьез, надолго его не отрегулировать, можно только потянуть время, пережидая ситуацию, в этом смысле, вот, как у Аркадия Гайдара, нам бы, как там сказано, только нам бы ночь простоять, да день продержаться, вот, пока все главные буржуины никак свои вопросы не решат, соответственно, эта выжидательная ситуация, она может, там, ни день, ни два продлиться, а три-четыре недели, или даже вплоть до Католического Рождества. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. На портале finversia.ru вы сможете найти обучающие курсы, финансовый лекторий, вебинары по трейдингу и инвестициям, экономический календарь, календарь мероприятий финансового рынка, информеры курсов и котировок, алгоритмы теханализа и другие полезные сервисы для трейдеров и инвесторов, книги о финансах и инвестициях, которые помогут как действующим инвесторам и трейдерам, так и всем тем, кто сегодня начинает самостоятельную работу на финансовых рынках. Ждем ваши отзывы и предложения. Ссылки на эти сервисы в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok